Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте, наверное, начнем. Меня хорошо слышно? Погромче. Погромче? Вот так вот нормально? Значит, тема моего доклада — тест-план и исследовательское тестирование. Вначале я хотел бы немножко представиться, о себе рассказать. Меня зовут Василий Буров. Я занимаюсь 2002 года тестированием. Все это время я работаю в одной и той же компании. И тестирую один и тот же продукт. Да, такое иногда бывает. Я пришел в компанию Elite Software. Потом она стала частью компании Quest Software. И относительно недавно компания Quest Software стала частью компании Dell. В своем докладе я расскажу, как мы… и покажу на примере нашего продукта, как мы тестируем его новую функциональность и что исследовательское тестирование является самым эффективным подходом для проверки новой функциональности. И также расскажу, как мы используем тест-план для того, чтобы отслеживать и планировать тестирование новой функциональности. Вначале я хотел бы… ну, расскажу немножко о продукте, о команде, которая занимается его разработкой. Потом немножко расскажу про теорию исследовательского тестирования. Также приведу примерчики из нашей жизни, из нашей жизни продукта, почему мы выбрали и почему исследовательское тестирование у нас в наших условиях является самым эффективным подходом. Потом поговорим немножко про тест-план. Я расскажу основную идею, как же нам совместить исследовательское тестирование с тест-планом, как мы его составляем. Вот. И на основе маленького примерчика попробую рассказать, в общем, как мы это все делаем. Вот мой доклад из разряда, как это работает у нас. Итак, продукт в Санкт-Петербургском офисе компании Dell. Одна из команд, членами которой я являюсь, вот уже на протяжении больше, чем 10 лет занимается разработкой крупного интерпрайз-продукта. Наш продукт выполняет аудит больших смешанных компьютерных сетей. Мы собираем события из системных логов различных операционных систем Windows, Unix системы, Linux системы. Также мы собираем события из логов различных серверных приложений. И также, например, сиквельные логи, логи Oracle мы собираем, логи различных серверных Microsoft приложений, например, ISA, System Center Operation Manager логи тоже собираем. Вот. И так далее. Все эти события мы складываем в хранилища собственной разработки. Мы их сжимаем до 40 раз, что позволяет нашим клиентам использовать это хранилище для долгосрочного хранения событий. Иногда у них это является требованием больших компаний соответствовать так называемому комплайенсу. Им надо 70 лет хранить данные. Кроме того, наше хранилище индексируется, и мы умеем делать быстрый поиск по событиям. Также мы поддерживаем поток событий на сервере со скоростью 50 тысяч в секунду. Это тоже мало кто умеет делать, такой поток обрабатывать. А если учесть, что у нас поддерживается многосервная структура и распределение нагрузки, то этот поток может быть увеличен. Также мы умеем отслеживать сессии юзера на машине, а именно говорить в одном событии, когда юзер залогинился, что это была за сессия, и модная, и локальная, сколько эта сессия длилась, и когда она завершилась. То есть средствами Microsoft сделать это очень сложно. Мы позволяем это сделать очень удобно в одном событии и говорим администратору, что это было и когда. Это что касается продукта. Теперь пару слов о нашей команде. Вопреки ожиданиям, команда у нас относительно небольшая. У нас 5 разработчиков, 5 тестировщиков и 1 аналитик. Но это не включая сюда руководящий персонал. То есть у нас есть, конечно, руководитель разработки, есть руководитель проекта. Да, когда продукт только начал создаваться, команда была, конечно, больше. Но современная ситуация на рынке и жесткие условия, чтобы конкурировать, нам надо быть эффективными, и команда сократилась до текущих размеров. Мы в текущем составе работаем уже больше 5 лет. Также у нас 3 тестировщика, и я в том числе, и 1 разработчик, который является нашим системным архитектором, работают с момента основания продукта. Также у нас команда узконаправленных специалистов. То есть каждый погружен в свою область продукта, и за эту область он несет ответственность. Каждая новая функциональность, она распределяется по конкретным людям, и эти люди, если это разработчики, то занимаются ее разработкой. Если это тестировщики, то они занимаются ее тестированием, и в будущем они несут ответственность за эту область. То есть если приходит какой-то саппорт-кейс, если надо сделать какие-то изменения, то этим занимаются только эти люди, которые несут ответственность. Да, конечно, бывают ситуации форс-мажора, например, когда приходит саппорт-кейс, а хозяин функциональности болеет. То да, конечно, любой человек из команды может взять эту задачу. Но у нас это исключение из правил, как обычно. Еще мы применяем модель автоматизации как сервис. То есть из пяти тестировщиков у нас один тестировщик занимается только автоматизацией. Он пишет автоматические тесты на новую функциональность. При этом мы не поклонники того, что автоматизировать нам нужно все. Мы автоматизируем только так называемый happy pass. То есть это тот путь продуктов, которым пойдут 80% кастомеров. Только эти тест-кейсы мы автоматизируем. И этот же человек, он занимается написанием новых тест-кейсов, поддержкой старых автотестов, поддержкой фреймворка и осуществляет continuous integration. А все остальные занимаются проверкой новой функциональности. Это вот что касается команды. Теперь я немножко хотел бы рассказать про исследовательское тестирование. Не знаю, кто-нибудь знаком, сталкивался, применял. Но мне нравится определение исследовательского тестирования, данное Джеймсом Бахом. Исследовательское тестирование — это процесс, при котором одновременно происходит дизайн, выполнение, тестирование и обучение. Что такое дизайн тестов, понятно. То есть придумали последовательность действий, выполнение тоже понятно. Что такое обучение и что такое анализ? Анализ — это то, что каждый последующий тест у нас является, и мы его выбираем по результатам предыдущего теста. Я могу привести небольшой примерчик, опять же, вот конкретно нашего продукта. У нас клиент-сервная структура, и хранилищем события управляет сервер. Клиентские приложения, которые позволяют просматривать события в этом хранилище, они соединяются с сервером и соединяются с хранилищем и запрашивают данные. Этих клиентских приложений может быть одновременно запущено на нескольких машинах неограниченное число. Вот, например, первый тест мы проводим. Запустили несколько, ну, два этих клиентских приложения на разных машинах, соединились с одним и тем же сервером, открыли одну и ту же… Ну, вот хранилище репозитория называется, открыли репозиторию одну и ту же, вот, и в одном из приложений создали, ну, объект, называемый сетч. Ну, сетч — это набор фильтров, которые применяются при поиске по событиям. То есть удобно, например, мы позволяем создавать такие сетчи. Удобно, например, если мы постоянно смотрим, кто из пользователей заходил на машины в нерабочие часы, то удобно создать такой вот сетч, чтобы потом каждый раз не забивать эти фильтры, а просто нажать на кнопочку подсказки и получить событие. Вот, и вот в одном из приложений мы создаем такой вот сетч, идем во второе приложение и видим, что там пока этого сетча еще нет. Отсюда мы, проанализировав результаты этого теста, можем спроектировать следующий тест. А что, если мы в одном из приложений, например, такой сетч удалим, пойдем во второе приложение и попробуем запустить поиск по такому сетчу, потому что он там еще будет отображаться. Ну, и как вы, наверное, догадываетесь, пример неспростно приведен. То есть когда запустили поиск по такому сетчу, то приложение упало. То есть вот такой простой пример, как тесты проектируются на основе результатов предыдущих тестов. Термин обучения. В блогах очень много как бы споров, что под этим понимать. Лично я под этим понимаю обучение непосредственно самому продукту в процессе его тестирования, обучение тому, как реализована новая функциональность разработчикам, да и вообще обучение системы в целом. Также я сюда вот это слово, ну, в термин вкладываю обучение непосредственно самому тестированию, как и, например, техническим практикам. То есть опять же, например, вечером ушли мы домой, оставили приложение, посмотрели, что у него памяти там, не знаю, 500 метров. Утром пришли, смотрим, памяти набрало там гигабайт. Идем к разработчику, говорим, что-то здесь не то, кажется, приложение у нас что-то память набирает. А нам разработчик говорит, что давай-ка ты пойди, сделай специальные утилиты, дамбы до и после набора памяти, сделай анализ и присылай мне файл уже, анализа. А что мы ему в первый раз скажем, что мы же не знаем, как делать. Ты нам скажи, что за утилита, какие ключики там, как сделать анализ. И уже в следующий раз мы все это будем уже знать, мы все это запомним, и в следующий раз мы уже не побежим к нему при первом возможном случае, мы уже сами будем делать анализ и сами видеть, действительно ли это утечки памяти или нет, и уже обращаться по непосредственно серьезным проблемам. То есть вот что я вкладываю, как я понимаю слово обучение, чтобы подчеркнуть, что исследовательское тестирование это вдумчивый подход к тестированию, придумали термин ad hoc тестирование. Вот ad hoc тестирование, это тестирование интуитивное. То есть это случайное выполнение операции в продукте и просто просмотр результатов, что получается. То есть тут просто, там нажмали кнопочку сделать отчет, посмотрели, ну сделался. Нажмали кнопочку там поискать событие, ну поискалось. Нажмали, изменили фильтр там, ну посмотрели, ну вроде да, вроде там действительно вместо там тысячи событий стало выводиться там 500. То есть это вот такое тестирование экспромта. То есть и декларируется, что любой может заниматься таким тестированием, а вот исследовательское тестирование это вдумчивый подход, который требует тех практик, которых я сказал. Дальше вот хотелось бы показать такую табличку. Она была взята из презентации Джона Баха. Она отображает соотношение подходов к тестированию. Нижний квадратный треугольник, это такого зеленоватого цвета, это скриптовой подход. Верхний треугольник, такого почти красного цвета, это исследовательское, подход исследовательское тестирование. Когда у нас продукт только начинал разрабатываться, он был маленьким, таким достаточно простым. Агенты это были просто экзешничек, который засылался на машину, там стартовал, собирал события, отправлял на сервис. И у нас еще немаловажный факт, был хороший аналитик, который писал нам отличные спецификации, довольно четкие, точные, и которые редко менялись. И вот в самом начале мы применяли скриптовой подход, но не чистый скриптовой подход, а вот на диаграмме это отмечено как VOG-скрипт, то есть растущие скрипты или мутные скрипты. То есть это означает, что у нас не жестко все в тест-кейсах формализовано, что только такие шаги, получаем только такой результат, и ничто другое. Более общие. Но жизнь не стояла на месте, продукт развивался, продукт обрастал функциональностью. И еще тоже немаловажный факт, вот этот вот наш отличный аналитик, он компанию покинул. И наше руководство решило провести эксперимент, а давайте, мол, разработчики у нас будут писать спецификации. Они, мол, все равно пишут этот код, они знают, как они написали, вот они и будут писать. Но понятно, что это была идея такая медворожденная, потому что, сами вы знаете, что значит заставить разработчика написать спецификацию. Они и код-то не комментируют, не каждый комментирует код, а чтобы они еще спецификацию написали. Поэтому сценарный подход оказался у нас все более и более непременим, и мы стали смещаться в правую область на этой диаграмме, у нас сценарного тестирования становилось все меньше и меньше, потому что его было применять неэффективно, он оказался в нашей ситуации. И далее я хотел бы привести несколько примерчиков из нашей реальной разработки, которые демонстрируют, как и особенности нашего продукта в текущей ситуации, и то, почему все-таки у нас сценарный подход, мы ему предпочли исследовательское тестирование. Первый примерчик — это сбор DCP-логов в наше хранилище и в базу данных с агентом и без него. Такая вот была функциональность у нас. В один прекрасный момент Microsoft выпустила следующую версию операционной системы Windows 2012. И в этой версии операционной системы у DCP-логов появились дополнительные поля. Нужно сказать, что DCP-логи — это логи в текстовом формате, и события там — это строчка в файле. И поля, они через разделитель перечисляются. И вот добавились новые поля в новой версии. Была поставлена задача проверить, как наш существующий сборщик поддерживает эти новые поля, сумеет он их корректно собрать или нет. По результатам проверки у нас нашлось некоторое количество ошибок. Все-таки поля не все собирались новые, некоторые собирались не совсем корректно. Как выяснилось, чтобы их исправить, разработчику нужно было достаточно ощутимое время, потому что вот этот вот наш сборщик, он был написан довольно давно. И написан тем человеком, который в компании уже не работал. И чтобы новому человеку разобраться в уже существующем коде, чтобы понять, как исправить ошибки, как его дополнить, вот требовалось время. И в результате этого руководство приняло решение реализацию этой функциональности пока отложить, до тех пор, пока не придет конкретный запрос от клиента. Соответственно, вот этот пример показывает первую особенность нашего продукта, это наличие так называемого legacy кода. Legacy код — это код, который написан людьми, которых уже в компании нет, который написан давно. Как он работает, вот так вот почти непонятно сразу разработчику. И трогать его опасно, потому что вот у нас был случай, разработчик нашел в коде 8 подряд ификов, смотрел, ну вроде как не используются они, ну вроде как ненужный какой-то артефакт. Ну и решил их удалил, зачекинил, все, и на следующий день вышедший билд, там половина функционалов не работала. Поэтому вот такая особенность. И если бы мы сценарные тестирования применили в этом случае, то время потрачено на написание тест-кейсов, оно в итоге оказалось бы потрачено впустую, потому что эту функциональность мы бы реализовывать не будут. И в будущем, если когда-нибудь вернемся, то неизвестно, будут ли актуальны еще эти тест-кейсы, если мы их написали или нет. Еще один примерчик, он такой посложнее немного. В нашей программе просмотра событий было решено сделать возможность построения отчетов, которые запускались бы по расписанию. Ну то есть клиентам удобно, они не хотят связываться с СРСом, это громоздко, это надо покупать сиквел, к нему много денег стоит и так далее, это инфраструктуру надо настаивать. Типа было бы здорово, вот мы увидели на экране события, раз, и сделать построение отчетов по расписанию. При первом исследовании мы выяснили, что построение отчета требует таких ощутимых машинных ресурсов. И клиенты, как правило, в больших компаниях стараются все отчеты планировать на ночь, где-нибудь часов на 12, на час, чтобы все отчеты как запустились, и пока ночь все построились, и утром директор пришел и посмотрел, кто безобразничал за предыдущий день и так далее, кто плохо работал. И было принято архитектурное такое решение, что одновременно, чтобы выполнялась парочка отчетов, а все остальные стояли в очереди. Ну, ждали, пока отработают первые два. Что получилось? Начали тестировать, выяснили, что вот эта вот таска, которая строит отчеты, она запускалась на всех наших серверах. То есть вот у нас многосердная структура, и вот таска запускалась на всех серверах, что приводило, что ни на одном сервере таска не выполнялась, потому что все они друг друга блокировали доступ к хранилищу данных одновременно. Потом, если таска не смогла запуститься по каким-либо причинам, она теряла свое расписание и больше не запускалась. Не работал фейловер. Фейловер — это наш механизм переброски объектов с одного сервера на другой. И все эти проблемы привели к тому, что разработчики пересмотрели свое решение, как реализовать их функциональности, и полностью его переделали. То есть изменили структуру вот этих вот тасок и методы работы с ними. То есть если бы мы применяли стандартное тестирование, то опять же время, которое мы потратили на написание тест-кейсов, и сами тест-кейсы можно было бы выбросить. Это неэффективно. Вот таких вот два примерчика, которые показывают, почему мы остановили свой выбор и практически отказались, да и, если так сказать, отказались, это вообще полностью от сценарного подхода, а применяем исследовательское тестирование. И этот пример также показывает другую особенность нашего продукта. Это давно сложившаяся архитектура. То есть это архитектура, заложенную там 8-10 лет назад, когда продукт появился и начал разрабатываться. И каждая новая функциональность, она встраивается вот уже в существующий каркас. Ее надо очень аккуратно встроить, чтобы ничего не нарушить остальные компоненты. И еще этот примерчик демонстрирует то, что вот это вот, то, что надо решение встраивать. Как правило, бывают два решения. Дешевое и дорогое. А дешевое решение, ну, мы между собой называем костылями. То есть подставить такой костыльчик, что вроде как работает, да, то, что требует Product Manager, но не очень удобно. И разработчик видит, что так, конечно, халтурненько. Но зато дешево, зато быстро. А если сделать по-правильному, красиво, то там полпродукта надо переписать. Вот. И вот иногда требуется проверить, насколько дешевое решение, оно уже здесь способно. Поэтому исследовательское тестирование подходит как нельзя к стадии. И можно вот так вот особенности продукта нашего сформулировать, как много Legacy кода, как сложившаяся архитектура, как много функционала. Билд у нас строится 4-8 часов, это если все хорошо. Если его надо подталкивать, то еще дольше. То есть в среднем у нас раз в сутки ему билд выходит. Нет спецификаций. Требования у нас меняются. Ну требования у всех меняются. Этим никого не удивишь. Вот. Поддержка совместимости с предыдущими версиями. И годовой релиз нецикл. Да, у нас релиз примерно раз в год. Вот. Потому что, ну, клиенты крупные, они когда продукт, новую версию покупают, они его еще пару месяцев в свои тестовые лапы гоняют. И только потом деплойт в продакшн себе. Поэтому им частые релизы тоже не нужны. Вот. Вот такой вот продукт. И все стало хорошо. Мы начали применять исследовательское тестирование. Все отлично. И стала другая проблема перед нами. А именно, как нам это тестирование планировать и как нам отслеживать его статус. А что нам нужно? Это не забыть что-либо проверить. Ну это понятно. То есть если нету плана, а действовать просто так вот, то, конечно, можно что-нибудь забыть. Обычно в той суете, которая творится. Вот. Потом надо дать аргументированный ответ о том, сколько понадобится времени на тестирование. Первый вопрос, с которым приходит руководитель разработки, когда начинается новая фича, это сколько вам надо времени. Конечно, хорошо бы с ним говорить аргументированно, разговаривать. Потому что если мы скажем там абстрактный месяц, он скажет, а зачем вам столько? Надо ему, конечно, аргументированно сказать, почему столько, на что мы его потратим. Нужен некий документ, где будет расписано, на что будет потрачено время. Нужен документ, который бы показывал нам, где мы находимся в данный момент времени. То есть что мы уже проверили, что нам еще осталось проверить, в каком состоянии у нас находится тестирование. И еще один такой аспектик. Если подозревают сроки, то оставшиеся фичи можно отприоритизировать, оставшуюся функциональность, и проверить только то, что имеет максимальный приоритет. А какие-то решить, что ладно, и так сойдет. И мы решили для этих целей использовать тест-план. Казалось бы, вроде как он относится к формальному тестированию, это некий детерминированный подход. Но тем не менее, я считаю, что это, наоборот, не жесткая форма. И мне очень нравится определение от Михаила Портнова, что в самом общем виде это документ, отражающий, что мы будем делать для проверки нашего продукта. Он нужен для того, чтобы планировать работу, мобилизовать и распределять человеческие временные и технические ресурсы. В некоторых компаниях он выглядит как расписание и график работ. Где-то это сугубо технический документ, нет единого стандарта. Есть тенденции и типовые главы, которые исключительно хорошо описаны у Канера. И ни один конкретный тест-план не содержит всех глав, что есть в книге. И конкретный тест-план содержит только те типовые главы, которые относятся конкретно к нашей задаче, и к нашему видению задачи. Но тест-план мы не просто так решили использовать. Основная идея такая, что почему бы нам элементы тест-плана не рассматривать как функциональные области, внутри которых мы будем применять исследовательское тестирование для их проверки. То есть я попытался это изобразить на такой картинке, где стрелка означает тест-план, означает некий детерминированный подход и последовательность действий. А внутри нее вот эти вот наши функциональные области, для проверки которых мы применяем исследовательское тестирование. То есть нашу всю функциональность разбить на области и сделать эти вот области элементами нашего документа, тест-плана. Когда мы составляем тест-план, мы пользуемся некой такой вот структурой или блоками. То есть проверка основной функциональности, корректности обработки ошибок, накроечное тестирование, куда мы включаем тестирование производительности, стресс-тестирование, наработка над фактом, тестирование документации. Если первые два пункта понятно, что там области действительно исследовательское тестирование, то, казалось бы, тестирование производительности, ну, накроечное тестирование не сильно вписывается в концепцию исследовательского тестирования. Но тут тоже есть элемент исследования, элемент анализа, то, какую нагрузку подать на приложение, какие метрики настроить, какие каунтеры настроить для отслеживания и так далее. То есть тоже некий элемент исследования. Вот шаблон документа, которым мы пользуемся. Колонка name — это понятно, это вот, собственно, те самые элементы, это с плана, те самые функциональные области там перечислены. Колонка duration — здесь мы пишем временную оценку для элементов, сколько нам надо времени на их проверку. Надо сказать, что мы пользуемся экспертной оценкой. Каждый человек, мы доверяем ему. То есть никто другой не разбирается в области продукта, так как этот человек, и поэтому ту оценку, которую он говорит, мы ей доверяем. Да, этот подход, он, конечно, работает, когда команда, там, все ведущие инженеры. То есть, да, когда к нам приходили новички, конечно, мы сразу не доверяли им ставить здесь оценки. Конечно, мы перепроверяли за ними и так далее, и потихоньку их подтягивали в экспертную область. Статус — это понятно. Проставляем статус, какой процент выполнен, и тогда экшоу-бакс — это… Здесь пишем шоу-стоперы, которые мешают нам проверить дальнейший функционал. То есть есть баги, которые блокируют проверку дальнейшего функционала. Сюда его заносим для наглядности. И примечание сюда записываем конкретный тест-идей или описание в общее того, что хотели проверить в данном пункте. Вот такой вот шаблончик. Последствия здесь такая. Пишем тест-план, оформляем Excel-документы, выкладываем на SharePoint партал. Далее отправляем на ревью всей команде. Ну обычно в ту стоит разработчик, который будет писать эту функциональность или несколько разработчиков, и тест-лит, и в CC стоит вся команда. На ревью обычно отводим сутки, на следующий день учитываем все замечания, добавляем, и дальше начинаем тестирование функциональности и поддерживаем тест-план в актуальном состоянии. Это иногда надо, потому что, как вы видели, у нас очень часто бывает так, что все меняется, и что-то надо выкинуть, и что-то надо новое добавить. Ну и хотелось бы показать, что вот это на самом деле такой функциональной области. На каком-то конкретном примере, если брать из продукта, то, конечно, пришлось бы долго рассказывать, как там все устроено и так далее. Поэтому давайте возьмем простой пример калькулятор. И у него такие области могут быть, например… А, ну и задача этого примера не написать исчерпывающий тест-план для проверки калькулятора, а вот именно чтобы вы могли посмотреть, пощупать, так сказать, вот эти функциональные области. Например, ввод данных. Здесь мы можем проверять, например, ввод с клавиатуры, с хардварной, ввод с экранной клавиатуры, вставка данных, копирование данных и так далее. То есть вот такая функциональная область. Следующая, например, проверка арифметических операций. То есть там сложение, вычитание, деление и так далее. То есть внутри этой области мы проверяем, как правильно ли работает калькулятору, выполняет ли он свою основную функциональность. То есть если 2х2 равно 4, условно скажем. Проверка вывода результата на экран. Как там округление происходит, там запятые и так далее. Поддержка работы интерфейса пользователя. Опять же, там ход кей в меню, кнопки там нажимаются корректно. Сворачивается, размер меняется и так далее. Вот такая проверка работы на различных операционных системах. Здесь можно различные битности операционных систем, различные версии операционных систем. Операции с памятью. Имеется в виду операции с памятью при вычислениях. То есть скопировать какой-то лицо от памяти, потом его использовать в вычислениях и так далее. Закрытие программы. Проверка работы с минимальным провалением. Вот такие вот функциональные области, внутри которых уже мы применяем исследовательский подход. То есть там мы уже проектируем тесты на лету, их учитываем, проектируем следующие тесты и так далее. Корректность обработки ошибок тоже понятна. Вот некорректный символ. Все что угодно. И некорректные символы. И там, например, если число начинается с нолика и так далее. Арифметические операции с некорректными данными. Опять же тоже. Деление на ноль. Или там взяли букву, попытались из скрипборда вставить и так далее. Ввод больших данных. Работа при нехватке системных ресурсов. Например, что будет, если, например, нет места на диске? Как калькулятор? Будет работать? Не будет. Если памяти нет свободной. А мы его хотим там какое-нибудь возведение, корень извлечь из какого-нибудь гигантского числа. Награничное тестирование тоже. Запуск нескольких копий. Операции с большими данными. Проверка на наличие утечек. Это тоже вот такие функциональные области. Ну и последняя проверка документации. Почитаем документацию. Но, как правило, на это время никогда не остается. Все документация последним не обчитается. Ну и заключение. Хотелось бы вот такие несколько мифов про исследовательское тестирование. Сказать, что исследовательское тестирование — это не только ручное тестирование. Мы свои, когда тестируем, применяем, конечно же, пишем какие-то скрипты, которые нам облегчают. Ну конкретно в нашем случае мы пишем скрипты генерации юзеров в Active Directory. Пишем скрипты сравнения баз данных друг с другом, чтобы посмотреть в таблицах и так далее. Исследовательское тестирование — это не только тестирование черного ящика. Потому что мы тесты можем проектировать. Мы можем прийти к разработчику и спросить, слушай, а как ты его реализовал? Подскажи. Мы можем, в принципе, при достаточной квалификации залезть в сорсы и посмотреть, как там все сделано. Исследовательское тестирование — это не только выполнение тестов. Это еще и анализ, это еще и проектирование и обучение, как было сказано. И исследовательское тестирование — это не хаотический процесс. Собственно, мой доплата — это и показывает. То есть можно использовать тест-план таким вот образом, и тогда исследовательское тестирование, в принципе, становится планируемым процессом и вполне себе отслеживаемым. И последний слайд. Хочется сказать, что не бойтесь комбинировать и не бойтесь брать от разных подходов те части, которые вы считаете, что они более лучше подходят к вашим задачам. То есть есть гибкие методы разработки, также тестирование должно быть гибким. То есть если вы видите, что, как в нашем примере, исследовательское тестирование вам подходит, то тогда нужно что-то придумать, чтобы решить остальную проблему, как, например, его планировать и отслеживать. Вот на этом, наверное, все.